Всем привет! Посмотрите, какая у меня потрясающая эквестрисная прелесть. Мимимимишка. Купила я этот эквестрис под бирочкой просто фаленопсис-эквестрис у поставщика Швертер через своих любимых продавцов, ссылочка будет в описании, конечно же заглядывайте. И больше он мне, конечно, напоминает не эквестрис, а вот похожие были эквестриспинг от Микки. Ну вот очень интересный малыш, особенно при вот такой вот приближенной крупной съемке. И, кстати, вот именно в этот момент, когда снимаю сейчас видео, я увидела, что цветонос на конце пытался дать детку, видно даже вот как листики уже начали расти, а потом передумал, и вот оттуда снова пошли бутоны. Какая интересная штучка. Но вернемся. Красивый цвет, вот эта вот красивая сахаристость. Наконец-то у меня получается передать ее в видео. Шикарные лепестки. Цветочек очень мелкий. Я не жалею, что я его купила, несмотря на то, что он безумно похож все-таки на пинг. Буду ждать, когда зацветут пинки вместе с ним. Хочу посравнивать. Но он реально классный и очень компактный кустик, прям замечательный кустик. В общем, очень рада я покупке, очень мне нравится цветение. И вот тут сейчас будет у нас... Попробуем сделать смену кадра. Так, подождите. С героем прошлого ролика. С эквестрисом-жирафом. Итак, смотрите. Вот вам разница в кустике. Не будем сейчас фокусироваться на цветке, а на кустике. Видите, тот такой размашистый, разлапистый, большие длинные листья. И такой аккуратненький, пальмочкой, больше даже ростом, напоминает, вот как растут даритисы пульхерима. И я знаю, что и сейчас фаленопсисы пульхерима, но вот мне они даритисы. Хоть я тресну, но они даритисы для меня. Похоже на рост вот более вандовых, да, там неофинетий, так вот больше вверх. Но и тот, и тот идет с бирочкой просто эквестрис. И я подозреваю, что они очень близкие родственники. Так, теперь наводимся на цветок. Потому что у них очень похожие цветы. Так, секундочку. Фокус. По размеру и по форме они прям идентичны. Единственное, что у того, который более мелкий, они ярче. А у того, который жираф, они гораздо бледнее. Не хочет фокус. Вот. И да, разница цвета в калусе, несомненно, есть. Но вот, кстати, такая у них прикольная какая-то крапчатость наблюдается. В общем, они очень похожи, но для меня, особенно при очень близком рассмотрении, они действительно очень разные. Классные покупки. И вот так вот с одинаковой бирочкой оказались такие разные товарищи. Такой нежный у него какой-то... Сейчас вот стал более лиловый цвет. Был такой белый, еле-еле розовый. И помните, я вам пыпочки показывала. Это уже вот таких вот... Ох, фокус. Наводись, наводись. Два цветоносика у него растет. Так что вот такой вот он. Пока молодой небольшой веточкой цветет. И там у него еще наблюдаются цветоносики. Это я хочу показать к тому, что... Вот видите, можно покупать эквестрисы. Тот, эквестрисы, тот, поставщик один. Но они вроде бы одинаковые, но в то же время очень разные. И в плане цвета, смотрите, этот распустился более таким темным. А вот тот, который жираф из предыдущего пятничного эквестрисного, он распускался практически белым. И потом набирал вот цвет более в такой розовенький. То есть они действительно очень разные. Знаете, вот если распускается цветок более темный, потом становится светлый. Если распускается светлый, становится более темный. У эквестрисов бывает точно так же. И никогда не знаешь, как говорится, как оно будет. И опять-таки повторяюсь, оба эквестрисы, но насколько разные кустики, оба эквестрисы, разные цветы. А перед этим я еще брала несколько эквестрисов от того же швёртера. Я, кстати, да, рассказывала уже, по-моему, это было в статейке в моей. Потому что есть у меня такая традиция. Я в каждом заказе швёртера заказываю себе эквестрис. Особенно, когда у них есть новая поставка. Я за этим слежу на фейсбуке. И эквестрис всегда процветает по-разному. Я перед этим купила в самом-самом начале три штуки. Все три процвели классической, не закруглённой формы, а такой вытянутой. Но при этом абсолютно разные цветы именно по цветам и оттенкам. Я была очень рада, воодушевлена. Я себе купила ещё. И вот такая традиция. Я теперь себе покупаю каждый раз. И они меня вот так вот очень-очень радуют. Кстати, напоминаю, что чем ещё мне очень импонирует, так умеют делать многие фаленопсисы и эквестрис в том числе. И не только фаленопсисы. Многие орхидеи в зависимости от того, какой вы даёте свет, какая температура, какой перепад, какие вы даёте удобрения, может менять цвет. Кому-то, да, для этого нужна будет температура, кому-то для этого нужен будет яркий именно свет. У кого-то это сочетание факторов. Здесь надо провести своё исследование. Но вот мне очень нравится, что летние цветения и зимние цветения у одних и тех же эквестрисов у меня абсолютно разные. И это очень для меня круто и прикольно. Мне нравится фотографировать. И они, знаете, как не надоедают, постоянно радуют глаз. Ты ждёшь летнего цветения, эти яркие, насыщенные, вырви глаз, такие тёмные цвета. И потом зимние цветения, такие нежные. Хотя, опять-таки, что интересно, у меня же все цветут под искусственным освещением, то есть свет одинаковый. И вот про эквестрисы скажу, что вообще у них на цветение влияет свет. Потому что вот эти вот яркие, тёмные цвета я наблюдала, пока у меня не было оранжереек. И эквестрицы росли на балконе и летом получали вот эту дозу солнечного цвета. Там прям были такие тёмные, насыщенные, неразмытые цвета. Потом они переехали в оранжерейки. И цвета стали более бледными, но стали просматриваться краб, штриховка. Стало присматриваться, что губа, например, не просто там тёмно-какая-нибудь розовая или прям до вишнёвого доходила. А она на самом деле с градиентом. Ну, в общем, очень интересно. То есть не скажу, что, блин, всё-таки вот когда солнечным светом круче. Нет, вот вылезли какие-то свои такие, показались особенности классные. Мне было очень интересно за этим наблюдать, интересно до сих пор. И, в общем-то, кто бы что ни говорил, но вот на своих эквестрицах любимых я наблюдаю вот эту вот изменчивость, приспосабливаемость, не знаю, как это сказать, многоликость природы. Это очень круто. Поэтому не бойтесь покупать дубли. Они могут оказаться совершенно разными, совершенно не дублями. И это касается не только эквестрицов и не только фаленопсисов. На этом буду заканчивать. Большое всем спасибо за просмотр. Всем, кто досмотрел ролик до конца, сейчас, конечно же, появились уже различные подсказочки, что можно посмотреть ещё на моём канале. Переходите в описание, там много всего интересного. Ставьте лайки, подписывайтесь, делитесь этим видео с друзьями в своих группах, обсуждайте. Не забывайте писать комментарии. Подписывайтесь на мои соцсети, там вы можете пообщаться со мной, и мы можем с вами пообмениваться информацией, фотографиями, возможно, даже растениями, кто живёт со мной в одной стране. В общем, ребятки, всем солнечных дней, пышных цветений, пока-пока!